5 6 7 8 саженцев и тут еще я задний план еще четыре того 12 и так значит тимофей николаевич сутками раньше это позавчера вычистил эту теплицу было значит я сказал так и причем так старался там топором пришлось вырубать вот это бывшие апатии помидорные кусты были здоровенные вот он вычистил теплицу вместе со своей тетей который ты зовешь няни до любимой тете значит после участили мы с ужасе ума мы приехали это было уже вчера вот и мы посадили 12 персиков сеансов вот садила она я говорю хватит это я уже старый давай значит она 12 их садила за 35 минут так тимоша ты еще моменты эти отпущу значит вспоминай что я сделал я сказал 4 персика твои 4 сонькины 4 сенькины правильно все а теперь я хотел чтобы это лишний раз тобой поговорили все пока занимайся своими делами вот 35 минут ушло на это всего лишь то она сделала она граблями нагребла уже чисто все было нагребла причем нагребала так одной рукой она держала это небольшие стенцы рук одной рукой она держала другой нагребала получили такие холмы потом у нас бегала во время же засекал она сбегала из печки золу все выбрала и посыпала золой все вот а теперь представим себе здесь гора битых кирпичей в общем мы уже поняли что есть две альтернативы вот теперь вопрос вопросов как это железо вдруг в теплицу залез это сенсация вот я хотел спросить что это такое ты вообще никуда сюда работают понятия не имею даже не знаю где-то достал все пока итак сенсация уже на уровне так сказать вообще железо вдруг в теплицу залез но сенсацию строил не я друзья хочу чтобы не понял вот мне я собираю информацию о том что мы можем возвращать деревья культурное качество даже прививки не мешает видите прививка жардели на на абрикос манжурский да какая она будет мы не знаем персику шаломая персики у садовода шаломая на сахалине мои укрупнились в три раза до двухсот с лишним грамм представляете я говорю что мы можем вернуть культурное качество шаломай это из-за вас я вот это посадил не не было бы вашего этих фотографий ваше коротенькое письмо которое практически является статьей превратили мы с вами статью не было бы этого не было вот этого здесь питомнице с помидоры бы росли а так что получилось вот пришлось применить да да давить на всех чтобы мне теплицу отдали вот и за вас теперь я жду когда от меня моротят морду а вот у меня от моих персиков персики мелкие персики вот посмотрим какие-нибудь теплицы здесь очень много полтора десятка фортик они будут открыты зимой и летом я не дам особо расслабляться и дверь тоже будет открытой зимой и летом вот жалко не хватает будет небесной влаги придется поливать будет возможность буду поливать дождевой водой хотя конечно солнце уже искусственное раз через стекло вода уже вторичная раз из бочки но что я скажу я хочу посмотреть когда они заплодоносят что будет потом не знаю вверх может быть короткий почему естественно условия это это тюрьма но надеюсь что меня камни кидать не будут те камни которые используют для того чтобы зачем-то их это этими камнями делать дренаж а без просею той дамы зачем она делает дренаж она объяснила взяла так мельком сказала что про близко крутого вода а причем тут все в 95 процентов и близкого крутого ход нет они то за что кирпичи будут кидать туда возить туда это 6 сад посадить полсотни деревьев это же грузовиками надо завозить кирпичи и гравий заняться нечем что ли люди 35 минут так ну позавчера же или вчера снег шел вот так эти дни я сделал фотографию напомню многие как делать этот вот видите деревья крупная да а видите ту заряды питомник деревья укроплялись а питомник выдавливался что-то было продано вот и кончилось тем что я оставил вот следующую линию вот они уже не будут проданы вот один слива там плоды до 100 грамм старта вот слива венгерка вот еще это самое слива них а вот между ними всего полтора метра я подчеркиваю садите гуще природа проведет или сами проведятся или еще что-то случится как мы все что угодно не садите по принципу 5 там на 6 как вас учат вы представляете современные публикации садите 6 на 8 это сколько места надо у меня на 6 на 8 целый сад может расти а там всего лишь через 6 метров шириной и 8 метров длину должны расти деревья ну что это такое садите гуще один из моих советов просто я взял не выдержал и сфотографировал последнюю поездку когда обрезку делал так вот это мне прислал это 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 видео тут ниже еще информация это виноградов любознательно благодаря ему я узнал что я сейчас самый знаменитый в россии как очень просто больше ста питомников количество их не обозримо присвоили мои фотографии они же питомники специалисты вот интересно да когда питомник показывает фотографии на своем сайте каждый имеет сайт интернет-магазин и питомники еще несколько научных учреждений подразумевается что раз такие красивые фотографии это еще не самая яркая из моих это моя кстати из тех что присвоили очередной прислал мне винограду просто взял вот еще раз наткнулся на мои фото но получается что любой из них должен сказать что назвать фамилию садовода который вырастил они потом сняли и продают мясо что подразумевается что они вот этим торгуют вот и сколько не нету фамилии садовода кто что это красоту вырастил случайно человек дворник или этот самый сторож сада непонятно зато понятно другое назвали его королевским сказали новый раз прислал виноградовый должен реагировать тем это переписка и так значит что получается получается что он королевский но выведен сейчас скажу где якобы где а вот тут наверно выше амрикоз королевский амрикоз королевский ну вы уж поняли фотография моя 10 или 20 раз она только одна эта мелькала так где-то написано что в хакасии ну ладно а вот сорт выведен в хакасии вот на самом деле слышали звон я живу в хакасии вот но я у него водил это франция и подразумевается еще хакасии институт якобы он вывел но к сожалению он его не выводил это франция теперь самоплодный вранье видите кто-то один посадит ну правда он не посадит королевский откуда у них королевская фотография чужая а посадит что-то такое прежде чем умереть он быстро умрет значит вдруг засветет на юге может быть ну и чё ну и засветет ну и а дальше ничего нет броньер самоплодный вот лучше выражаясь и присутствует никитский красночеловек да я первый раз слышу про никитский красночеловек кто сказал что он пробует опылять королевский в общем все туда потому вот когда пишет начиная плодность на четвертый год и больше а потише на четвертый год так значит по привиты да даже на третьем может они привиты может там на пятый шестой ну откуда им знать это вранье вот это вот сейчас я наткнулся случайно у меня есть такой друг вот он адрес тавенков это сгусток энергии помните я его называю всю королевскую рать я не забыл о нем рассказать вот и друг я наткнулся на его видеоролик вот смотрите вот здесь он учит людей это фанатик того же нашего уровня как допустим сергеев как потенков железо броски это он избал он более молодой он мой ученик он семинарист мой и вот смотрите что он добился ролик смотрю 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 вот а тут я буду вся молодежь и на вот такая молодежь и на ней по несколько яблок и он один-второй третий десятый двадцатый вот это да да молодец и наконец я дождался это он сказал что это сорт мелба что он и железо спасибо ему что меня упомянул вот я ему передаю привет это волок да это не шутки волоке свои проблемы вот но естественно что тут упоминается черенки от железа в том числе от это же мелбы вот его мелба уже не моя вот и вот она мелба в моем к уже коротком списке всего список немножко персиков этой заначки то есть боялись что персики замерзнут сернобаев и держали заначку он свой я свою теперь обе заначки выставлены на продажу но это не больше 15 черенков согласитесь что у меня хоть яблоня хоть персик все равно 90 рублей это считайте бесплатно потому что они фактически они у нас не замерзающие без укрытия то что вы видели теплицу это исключение из правил теперь вот она мелба вот нарезал golden даже до конца не хотел резать это весенняя нарезка вот до конца не хотел резать вот представляете как трудно живется да если я взял и завесил молодое дерево знаю что по округе бушует рак но 10 черенков вот они лежат ну и так далее а порталматинский этот это чернобаева смотрите нарядные фильмы и моя его и среднерусская это мое вот допустим космическая от него сварок мой вот венгерки мои вот так мы дружно живем вот нарезал 15 веточек миндального что там вырастет но с виду он культурный видно же я же различаю культурный от полукультурный полукультурный от жардели вот я же различаю там принципа видно же благородство даже по почкам видно же цвет чем светлее тем дичее допустим королевский тут действительно до 90 грамм плоды а миндальный не знаю что я хочу чтобы вы тоже чтобы потратили 90 рублей но для чего чтобы вырастет горох вы скажете минус 99 90 рублей а вырос уровня королевского вы скажете это самый вот помните я показывал ту кучу этих самых которые пойдет костер эти же там же и персики и академики черенки все ну посвящение обрезки уже не нарезка черенка обрезка вот потом миллионы долларов в этой куче если вы поручить какому-то институту он начал бы с нуля ведь им же с нуля начинать знаете об этом я не зря говорю я всего лишь два абрикоса со стороны полукультурных ладно быть дикий полукультурный посадил себя по обмену и не дожидаясь отношения давай на него приватите свои вот эти коллеги академики ничего не на привык они прижилась вот и получается вот увидите вот это узкий круг что это родственники фактически извините все перетрахались тут детей нету поняли о чем речь ладно отвечаю еще на один из вопросов примерно так примерно значит ну что делать на землю не дают одному в мае дают другому то есть поздно будет представьте себе не ограды ничего вот собираются садить года позже стройка идет третий можно ли выращивать ведра можно почему нельзя я стараюсь каждый раз новостники подбирать моего уже все переглядели вот это кажется с эстонии вот тогда на которая обмыкалась с моими это мои абрикосы ее ведра моя технология мои абрикосы и сейчас до сих пор по моему мыкается потому что где землю взять это вам не россия где все зарастает такими соснами вот так вот вот например можно можно годик продержаться можно потом представляете какие они мощные будут вот я ответил на вопрос сразу троих кто не может в это весной посадить косточки кто у меня сухие взял да у меня была на весну осталась трехлитровая банка сухих косточек сейчас полбанки еще есть они прекрасно холодильник в сухом виде пролежат зайдут никуда не денутся таких набралось десяток еще полбанки она тоже никому не надо сами понимаете а вот если у меня будет большой урожай это уже будет лишнее вот это вот есть а если урожай будет слабенький я конечно продам на следующий год как уже делал один раз если о другом меня не песке вот вот их можно таким образом временно даже пойти к соседу к соседке там посадить а потом ну чё ведро перенес не так уж плохо по крайней мере год точно спасены косточки спасены еще один год и возможно больше никогда в жизни это косточек нигде никого не получите